А это помещение для приготовления корма. Да, здесь и зерно находится, все как бы это на дробилке, все передраблю, засыпаю. Дробилка, дробилка, полтавская дробилка, бочки надраблю, здесь пшеница, здесь ячмень, здесь жмых лежит, здесь горох, здесь кукуруза, просто в мешках, фуза. Сергей, да, а вот форм так лежит, сюда не какие-то крысы, а здесь помещение сэндвича полбетона, 30 сантиметров бетона здесь лежит, вообще это помещение было изначально гаражом для машины, как бы делалось, но в итоге получилось как амбар, можно так сказать, то есть, тельфера остались, это от ворота, это да, это ворота, это ворота, это брудра для цыплят, новый привез, еще не устанавливали, это клетки для перевоза птицы, транспортировки, но вообще на амбар не похоже, почему, потому что очень большая свободная площадь, а нет, здесь площадь, и с бочками это, скажем так, ну не эргономично, нет, нет, в бочке я насыпаю, дроблю то, что мне нужно на неделю, как бы корма приготовить, а так вообще зерно хранится в ларях, ну осенью... вот тут у нас оказывается лари есть, да, здесь лари как... здесь как бы лари насыпается, в каждый ларик входит по полторы тонны, а лари получается метр... полтора на полтора? ну здесь нет, метр двадцать на метр тридцать, ну в принципе делалось по листу железа, высота листа... и выкрывается сверху, да, здесь, нет, нижний я не делал, в этом году может сделаем, вообще есть задумка сделать их выше, чтобы как бункером шло, но это посмотрим, может переделаем еще, время для привоза кормов много... и вот еще один ларь... а вот еще про устройство ларя, как он сделан вообще, что у нас там... значит, у нас опять же сварная труба... да, профтруба... сколько это, 30 на 30? это 30 на 30 труба и оцинкованным железом на саморезы прикручено и все... то есть вот оцинковка, она весь этот напор, всю эту тонну, который в бока выпирает, она ее нормально держит... отлично выдирается... оцинковка... с пролетом где-то сантиметров 70, да, Миша? да, здесь сантиметров 70, да, будет... ну просто почаще прикрутили, потому что когда полный ларе засыпаешь, подсыпается, ну чтобы не подсыпалось, его почаще прикрутили, саморезы, и нормально... здесь фуза у нас... ой, да... ну, фуза, наверное, кто-то знает, кто-то не знает, что это... это отход подсолнечного масла... жидкая... жидкая... это нефть... это у него здесь скважина... корм мешаю миксером... то есть вот на вечер уже приготовлено... нет, это миксер для раствора, могу показать... это... надо включить его и... там, в принципе, понятно... да... просто вручную можно, но вручную тяжеловато... полтора мешка перекрутить его руками, а так уже миксер... некоторые бетономешалку используют, то как приспосабливаются... у меня корыто эти есть, миксера как бы... без проблем... achte... упражнения перен Eliseo